постигайте это знание женщины как привлечь мужчину надо знать одна женщина спросила как мне сделать так чтобы я вышла замуж я говорю очень просто она говорит что-то я не вижу что просто надо сбить кого-то какого-то мужчину с ног зачем вас сбивать с ног я наоборот хочу чтобы он встал на ноги я говорю нет вам надо его сбить с ног чтобы он стал несчастным замученным и слабым и когда он таким станет тебе будет казаться что нет смысла с этим человеком связаться потому что он слишком слабый несчастный замученный а ты его помни таким как он был до того как ты его сбила с ног из-за этого выходи замуж за того как он был раньше то есть сбивай его с ног после того как убедилась что хороший как бы огурец и дело из него жареную котлету потом но сначала пускай он влюбится пускай добивается если ты увидела что мужчина хочет взять тебя замуж что только после этого можно уже думать его сторону понимаете женщины потому что мужчины они имеют два на две направленности одна направленность чаще всего бывает он мужчина хочет понаслаждаться женщиной и вышвырнуть ее из своей жизни а вторая направленность желание ответственность взять взять замуж так вот запомните тот мужчина который хочет вами понаслаждаться он выглядит очень эффектно общается с вами очень ласково нежно и он очень крутой такой фраер понимаете ему на вас наплевать на самом деле потому что тот мужчина который реально хочет вас взять замуж он эффектно не выглядит он на самом деле очень хороший человек он вас любит вы об этом знаете но он проигрывает тому кто вас замуж не хочет взять он проигрывает этому человеку если вы выбираете того кто не хочет вас замуж взять а выглядит очень эффектно и с вами общается ля ля тру ля и вам это очень нравится то этот человек обманывает вас и он несомненно вас бросит а вот тот мужчина который действительно полюбил и добивается он хороший человек но вы его не любите почему потому что невозможно любить того кто вас любил таков закон но потом когда он успокоится вы как бы согласитесь за него замуж его мечта сбудется вы обязательно его полюбить потом когда он успокоится и любовь на себя не будет перетягивать тогда ваше чувство тоже появится в вашем сердце вот так женщина должна выходить замуж и других вариантов нет запомнили вот знаете вот если мужчина начал вам что-то рассказывать он это делает для того чтобы понять вы его женщина или нет потому что если вы совсем согласны что он говорит значит его женщина если не согласна значит не его женщина не надо ничего говорить можете в это время ну вспомнить какое-то стихотворение допустим можно как бы в это время его повторять наизусть допустим в уме вот надо на него смотреть кивать ему так вот и пускай рассказывает рассказывает вот думаете о чем-то своем за ну как бы настройтесь надолго и в тот момент когда он на рассказывается он такой станет счастливым расслабиться это значит что он понял одну важную вещь что я летчик и всю жизнь хотел быть летчиком и наконец-то я нашел девушку которое которое которые нравятся летчики потому что мужчине очень ценно если жена принимает его вместе с его работой с его жизнью понимаешь и его устремленность а если наоборот не принимает для это катастрофа для мужчин вот если мужчина чем-то занят жизни а жене это не нравится это катастрофа просто при мужчина и поэтому он со своим сердцем чтобы не ошибиться он интуитивно это проверяет рассказывает женщине свои интересы свои устремления ищет поддержку как бы если говорить с точки зрения вот более глубокое то надо понять что как женщина устроена ей вот блин вот это все вообще вообще она далека от этих всех как бы ну мертвых петелей там на самолетах там и так далее но ей как бы это все вообще как бы не ее песня но если женщине нравится мужчина она кивает ему потому что ей нравится как он говорит не о чем говорит а просто когда он говорит ей нравится она кивает ему о чем там говорит она особо не это а он думает что ей так нравится и что и так нравится глубина его размышлений вообще этой глубины она вообще там даже не это близко не стояла вот такая система поэтому даже если вам женщина человек нравится но когда он начинает демагогию разводить как бы вы устаете то ну просто подумайте о чем-то другом не мешайте мужчине высказываться пускай говорит неситесь по-доброму к этому вопросу тоже как бы нормально конечно скажите можно я параллельно буду готовить а то ты долго говоришь как мне очень все нравится но мне надо что-то еще делать параллельно он говорит ну конечно я буду рассказывать а ты можешь готовить ну и вы занимайтесь приготовлением пищи пускай рассказывает ему надо рассказывать понимаете потому что ему нужна эмоциональная поддержка жены я вам сейчас расскажу что происходит технически в это время очень важные вещи происходят я сейчас вам объясню вот смотрите у мужчины есть сила добиваться всего но благословения нет ну то есть есть такое понятие удача понимаете вот это самая самая дефицитная вещь в сердце мужчины и удача идет всегда от женщины поэтому мужчина рассказывает жене чтобы в его деятельности получить удачу если он видит поддержку в жене что она согласна она с любовью слушает говорит молодец все правильно дальше он горы свернет потому что ну все срастается понимаете ну то есть у него появляется возможность это сделать потому что для этой возможности у него все есть воля там знания силы но нет чувства победы вот что будет все хорошо это чувство дает жена поэтому очень серьезно отнеситесь к этому вопросу вы же хотите чтоб мужчина денег много приносил и был успешным так тогда поддержите его вложите это немножечко в это свои силы и вложите это очень просто надо просто сказать ты у меня такой правильный молодец все правильно ты давай двигайся вперед и он пойдет вперед дальше даже если он знает что вы не сильно глубоко слушайте он все равно будет счастлив если вы его поддержите потому что ему нужна от вас именно поддержка вот смотрите если вы будете глубоко слушать его и начнете рассуждать по поводу того что он говорит это будет большая ошибка потому что ему ваши рассуждения в сто лет не нужны он и так все знает как ему надо делать надо просто слушать и кивать все что ему нужна просто энергия ваша вот этой любви которая дает ему удачу в жизни мужчине жена не поддерживает ну это хороший очень вопрос принцип такой смотрите если близкий человек приносит страдания это в целом принципе он делает абсолютно не так как надо ему делать по его обязанностям то нужно это принять как свою судьбу и только тогда вы сможете это победить ну технически вот так жена не слушает тебя и вообще твою деятельность не принимает нужно принять это все согласиться с этим и потом если ты так сделаешь по доброму как бы с ней говорить на эту тему что вот я хотел бы знать вообще чем ты хочешь чтоб я занимался и так далее и в этой беседе вы узнаете много важного для себя как на должна измениться ваша жизнь то есть истина будет где-то посередине может быть даже с вашей стороны но она реально внесет в вашу жизнь колоссальные изменения если вы ее примете и потом выслушаете то есть вы она вам реально поможет потому что в женщины есть сердце опасность за мужа она обычно реагирует парадоксально то есть если она за это боится значит этим вообще не надо заниматься но нужно принять ее мнение ее реакцию и сделать сделать учитывая ее понимание поправки да сделать как ты делаешь женщина может спасти человеку жизни ну мужа имеется ввиду у меня был такой случай в жизни это было где-то около полтора года назад у меня начал мутнеть зрение в левом глазу прямо раз и пропадает зрение я так помолился помитировал видел что там спазмы мышечные спазмы в глазу из этих спазмов возникают а спазмы от компьютера вот и я уже не сказал то у меня пропадает зрение в глазу и она говорит все пойдем к глазному врачу я договорилась с профессором одним очень серьезный глазной врач он посмотрит тебе глаз я говорю да я сам вижу свой глаз у меня там спазмы она говорит нет пойдем к врачу и она начала настаивать и я просто думаю ну ладно хорошо я пошел к врачу я пришел к врачу он говорит на что вы жалуетесь я говорю я ни на что не жалуюсь жена жалуется и жена начала жаловаться и он с ней поговорил все и потом измерил мне глазное давление казалось что у меня очень высокое глазное давление то есть я-то понял что там спазмы но последствия этих спазмов я не понял что в результате повышается давление передавливается зрительный нерв и очень очень скоро может быть атрофия глаза ну то есть жена мне спасла глаз то есть я не задумывался об этом сейчас я сделал так что своим методами лечения что у меня глаз в норме то есть я поставил семена в уши вот ну то есть это так родился новый метод лечения лукому никто так не лечит я с помощью молитвы увидел что есть такие семена есть такие точки на ухе что поставив туда семена они регулируют глазное давление сейчас у меня в глазу в этом всегда норма давление я просто семена ношу и все до всегда это все индивидуально подбирается то есть надо это была скрытая реклама на самом деле надо записаться к нам в центр пройти бесплатную консультацию и потом мы вам вышлем семена и отрегулируем их мы выживаем больше чем нужно человеку для лечения я я на себе находил в течение нескольких месяцев и так и разработал метод но этот метод теперь для человека нужно всего когда семена уже пришли две недели коррекции чтобы полностью отработать методику и дальше человек носит у него давление нормально но мы так лечим сейчас многие болезни с помощью семян ну то есть особенно хорошо помогает детям слабоумным ну развить развивать их интеллект и особенно хорошо помогает тем людям которые психически больны ну то есть там где не помогает никто человеку не может помочь вот эти методики глубокой регуляции организма через ухо они работают но есть одно но если человек энергии природы не получает не бегает там зарядку нам на воздухе не делает ничего не поможет для того чтобы вылечить человека нужно энергия которая внутри человека есть и эти семена просто ее перенаправляют нужно русло все то есть вы наш опыт показ человек человек здоровый образ жизни не ведет семена не помогают ну просто они перенапрягают человека то есть они требуют энергию а ее нет и человеку плохо становится от них просто и все он не носит поэтому вы не отделаетесь от того чтобы ходить на свежем воздухе поститься то есть правильно жить возвращаемся назад я вам сказал не про семена а про жену она спасла мне глаз я знал все что в глазу происходит но мое знание было ограничено понимаете она заставила меня пойти к врачу и узнать глубже об этом что дало мне возможность себя вылечить понимать так устроено женское сердце она до конца не понимает что происходит но она направляет мужчину на истину у нее сердце связано с богом по отношению к мужу не по отношению к себе по отношению к себе она не знает что ей делать жизни она поэтому советуется со всеми женщина получает знание как ей жить через тех кого она любит через подружек через близких людей через родителей она всегда ищет истину в жизни через но мужчина всегда добивается истинный через свой опыт запомните женщин поэтому муж вас послушает в какой-то степени он не сможет вас ну поменять свое направление в жизни как вы это делаете с помощью советов других людей мужчина всегда должен через свой опыт все пропустить иначе он не поймет просто он не получит знания ему надо самому попробовать все понять принять и изучить и так далее это требует колоссального времени поэтому женщина все принимает быстрее понимает быстрее но примените это очень сложно мужчина понимает и принимает гораздо медленнее но примените это все ему потом очень легко поняли разницу в чем между мужчиной женщин поэтому изменение близкого человека всегда это большой труд женщина может быстро понять что и надо это делать то что муж говорит но чтобы я это сделать нужно вдохновение вот на это будет требуется много времени мужчина очень медленно понимает то что и говорит жена ему говорит но когда он поймет ему не надо будет ничего уже он будет делать сам чтобы женщине что-то делать ей нужно всегда помогать в этом потому что и у нее не хватает волевой силы она имеет знание но и трудно это применить поэтому она должна всегда искать поддержки женщин вдохновение так разумные женщины живут они навсегда вдохновляются и делают как надо с помощью этой силы вдохновение женщина может жить сильно и счастлива только когда много вокруг вдохновляющей силы много женщин подружек старшие есть лекции там ее постоянно должно что-то вдохновлять и тогда она сильная позиция жизненная у нее женщины понимать она всегда идет вперед мужчина идет вперед когда есть друзья которые так же живут и они поддерживают но друзья поддерживают потому что они идут в этом направлении не то что они тебя вдохновляют мужчина сам вдохновляется когда видит что кто-то делает так же все а женщину именно надо вдохновлять она должна почувствовать что ей это хочется сделать и тогда она это будет делать не хочется не будет дел итак запомните одну вещь всегда близкий человек несет себе кучу несправедливости если вы хотите чтобы это не под несправедливость прошла сначала примите его вместе с этой несправедливостью шагните в пропасть идите туда куда никто не ходит кажется что вообще капец какой-то зачем я вообще эту девушку взял замуж там она ну вообще меня не понимает идите в пропасть ничего не бойтесь она так себя ведет потому что вам так положено по судьбе как только вы применили судьбу совсем согласились смирились с этого момента ее понимание потихоньку начнет меняться и придет время она вообще так думать не будет тушь и вы таким образом вы побеждает судьбу вот так все работает систем попробуйте один раз потом вы всегда это будете применять жизни у вас никогда не будет сомнений что так надо делать это касается не только подружек а также начальника вообще людей вокруг начальника чем начал против вас что-то он как бы вас недолюбливает примите его таким и дальше будет только два варианта первый вариант или он перестанет вас недолюбливать или второй вариант вы поймете что вам надо работать другом месте то есть он вам несет какое-то знание какое вы не знаете то есть вы просто принимайте его делайте как как он считает нужным и со временем произойдет или он начнет вас уважать и это значит вам там надо остаться вы просто тяжелая карма на вас повлияло или вас бог заставляет выталкивает из этого места и это в этом случае начальник будет дальше дальше вас выталкивать несмотря на то что вы его прощаете и в какой-то момент вы просто поймете и не просто поймете а у вас также появится предложение в другом месте то есть бог когда вы отработаете карму он вам не только вы увидите что вас отсюда выталкивает а также увидите в другом месте что вас приглашают вот до этого момента надо ждать и когда вы дождались просто идите туда и подарите начальнику весь мир а если вы сразу уйдете то вы останетесь без работы несправедливость которую человек видит в этом мире является основанием для того чтобы побеждать себя нельзя относиться к несправедливости как чему-то враждебному это неправильное мышление если вы видите какую-то несправедливость примите ее сначала чтобы понять что с этим делать есть определенные виды несправедливости которые никогда не надо пускать свою жизнь например если вас изнасиловать хотят на улице то сопротивляйтесь всеми силами кричите вяжите никогда не молчите не соглашайтесь и тогда человек от вас отстанет он увидит шум гаммы и вы ну если вы испугаетесь и будете молчать то он может вас убить потом даже понимаете поэтому некоторые вещи нельзя соглашаться когда идет насилие допустим муж бьет с этим нельзя соглашаться надо жить отдельно сразу и ставить ему условия муж приводит другую женщину домой не с надо соглашаться понимаете то есть есть такое понятие предательство насилие хамство никогда с этим нельзя соглашаться вы потеряете себя как человека соглашаться нельзя сразу жить отдельно вы скажете но у нас дети там вы спасете детей если вы так сделаете потому что в таких случаях когда хамство жесткость грубость ненависть идет то в этом случае человек может отрезветь только если он что-то теряет другого способа нет понимать если вы с ним продолжать жить будет и хуже 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 и хуже только лучше никогда не будет поэтому если человек черту перешагивает всегда нужно его наказать но наказать по-доброму часто люди терпят до последнего потом бросают человек а потом сожалеют потому что когда они бросают они видят что он начал меняться так надо было не бросать и просто жить отдельно чтобы он поменялся понимаете да чем я говорю если вы заметили вот эту несправедливость своей жизни такую жуткую это значит что в прошлой жизни сильно на беда курили но с несправедливостью рядом жить не надо если человек с ножом на вас бросается не живите с ним но и не бросайте дайте ему шанс если он неисправимый этот человек он бросится на нас ножом на кого-то другого и сядет тюрьму это не ваша проблема это его будет проблема понимаете или он исправимый и раскается но если говорить о воспитании мужчины такого упертого которые реально совершают большие глупости то женщины тактика такая вы ему ставьте условия когда живете отдельно он будет соглашаться что он не прав и будет клясться вам что он больше так не будет делать знайте что его клятва правильное но обычно если у человека такое влияние злых сил на него но он не сможет за один раз справиться поэтому вы рассчитываете на пять шесть раз ну то есть другими словами он вам клянется пить не буду вы возвращаетесь назад как только выпил уезжаете и опять ставите условия и так шесть раз на шестом-седьмом разу можно делать выводы если шесть раз вы так сделали ничего не меняется надо ставить точку это значит что этот человек выбрал бутылку они вас это его выбор вы никого не бросаете он просто сам выбирает своей жизни потому что там где живет бутылка женщина жить не может или она сама тоже в эту бутылку залазит два только варианта может ну то есть есть три категории людей они характеризуют три типа судьбы есть непреодолимая судьба очень жестокая с ней надо нас на расстоянии держаться с ней жить нельзя как определить непреодолимую судьбу она унижает человек делает из него котлету унижаться никто не заставлял человека в жизни судьба унижает живите отдельно не бросайте свою буду судьбу бросать нельзя воспитывать придет время он сам вас бросит или и бы получите хорошего мужа когда-то вот смотрите какая система жестокая судьба да муж бьет пьет там изменяет живите отдельно или на расстоянии допустим он бросать вас не хочет просто гуляет не спите с ним не целуйтесь помогайте заботьтесь и говорите я с грязью не сплю или становись нормальным мужем или вот так будем жить понятно да о чем я говорю пока человек не раскается но если вы начали с грязью спать вы сами грязью станете и ваше чувство собственно достоинство станет таким слабым что он обязательно вас бросит то есть в чем опасность такой ситуации опасность в том чтобы предательство принять свою жизнь и никогда предательство не принимайте в свою жизнь всегда держитесь от него подальше вы достойны божественных отношений каждый человек достоин настоящей любви да это моя судьба действует но есть три типа судьбы с одной судьбой нужно восстать против нее и отодвинуться это невежественная судьба когда идет беспредел и ставить ей условия второй вид судьбы это страстная судьба когда близкий человек в принципе хорошо настроен у него нет там особо каких-то прибабахов больших но он вами не сильно интересуется он занят чем-то своим в жизни это обычно 90 процентов жизни у людей ну то есть мы живем как вместе как немножко чужие люди как бы живем вместе каждый чем-то своим занят причина почему так люди живут потому что они не развиты просто и все они хорошо отнастроен друг другу но они не развиты они не умеют отдавать себя человеку понимаете чтобы человеку отдавать себя другому человеку надо сильно влюбиться в него а я вам говорил последствия такой влюбленности ну и она даже если ты влюбишься в кого-то все равно это все приезд со временем влюбленность человека заканчивается по-любому у всех на всю жизнь не будет точно поэтому это не работает надо просто служить близкому человеку и доходить до трех стадий любви в отношениях первая стадия называется благодарность я вам ее объяснил на этой стадии можно отношения сделать уже крепкими потому что если в отношениях есть и служение и воспитание они неразрушимы человек или воспитывает человека постоянно и разрушает с ним отношения потому что обычно такой человек ему не служит он гордится собой и постоянно понукает им воспитывает и отношения разрушаются или человек постоянно служит и унижается и разрушает так отношения но если в отношениях есть служение и воспитание отношения неразрушимы потому что в них постоянно живет совесть понятно первая стадия благодарность на этой стадии можно воспитывать близкого человека до этой стадии бесполезно ничего вы не сможете его воспитать благодарность приходит от вашего подвига в отношениях с ним вы какой-то вклад делаете в отношениях которые он сам быть сделать не смог вторая стадия отношений называется уважение что это за стадия после благодарности постепенно человек постигает божественную природу близкого человека эту божественную природу вы уже видели когда влюбились в него когда человек влюбляется в кого-то Бог показывает к чему надо стремиться в человеке ты уже видел это чувствовал теперь поверь что это так и есть ты увидел много всего другого после этого но смотри на человека так как ты увидел во время влюбленности потому что время влюбленности Бог открыл себя в человеке и через него показал тебе себя смотри на человека так же верь что он такой и он таким станет и это называется уважение что такое уважение когда ты увидел в человеке божественно ты не влюбился в него как в Бога понимаете слепая такая любовь что тебя заставило предать мелодию любви слепая любовь а ты служишь человеку потому что знаешь вот что ты видел в нем вот это божественное нравился он тебе этот человек и помни это чувство служи ему так и в какой-то момент ты увидишь что так и есть и в этот момент ты его начнешь уважать понимаете это вторая стадия любви на стадии уважения люди уже никогда не бросают друг друга потому что ну как бы ну вот это вот наслаждение сексом оно даже близко не стояло к этой стадии люди на стадии люди настолько счастья много испытывают когда они друг друга уважают что там наслаждение сексом которое быстро заканчивается я вам говорил то есть это там несколько лет и все вот оно даже близко не стояло с этой чистотой в отношении и третья стадия любви называется верность что такое верность это когда ты очень глубоко чувствуешь человека очень глубоко понимаете на этой стадии люди не расстаются в следующей жизни тебя я услышу за тысячу верст ну то есть люди вместе дальше идут ну как бы есть несколько песен которые поются именно об этой стадии и некоторые из них написаны очень большими мудрецами но почему то стали с шлягерами советской как бы песни одна из таких песни это вот эта песня когда арбин даранат тагор уходя из жизни давал наставление своей жене и это сделал в стихотворной форме он ей говорил о том что мы будем вечно вместе что любовь это самый большой закон который объединяет людей и он говорил ей о том что когда ты ну будешь уходить из жизни будешь уже в пожилом возрасте ты вспомнишь меня и что ты так же будешь чувствовать меня всю жизнь потому что люди не разлучаются после смерти если они достигли этой стадии любви ну они достигли поэтому он ей это рассказывал и он ей объяснил что мы будем вместе в следующей жизни мы 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 мы